Доброго здоровья, уважаемые посетители канала! Сегодня я хочу вам рассказать историю. Интересная такая история. С практическими рекомендациями, с благоприятным исходом. А именно, одна из моих подписчиц говорит, Геннадий Петрович, я вам расскажу, как я с вами познакомилась. Ей сейчас около 40 лет. И вот, говорит, когда мне было лет 18, моя мама работала на почте. Было голодно, холодно. И вот ей пришлось задержаться на работе для того, чтобы там, ну, выполнить работу. И она там осталась ночевать, такое часто. И там на почте был топчанчик низкой к полу. Вот она на нем и заснула, бедняжка. Заснула, почти холодно, она простудилась и заболела астмой. Заболела астмой, заболела причем крепко. Не сразу же все же это проявляется. Сначала простуда, потом какой-то там кашель такой непонятный, ничего там, мокрота остается. Потом пошли ингаляторы, потом пошли таблетки, потом пошло, 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 пошло. Единственное, не спросил, сколько там она болела. Ну, болела достаточно долго. И уже говорит, что вот когда мне было 18 лет, уже ни ингаляторы, ничего там не помогает. А я же рядом, дочка, все, и слышу дыхание какое-то, дыхание. Тут все клокочет, все там в слези, все там, все эти лекарства пока не помогут. Человек может задохнуться и умереть. Ну, короче, страшное дело. И она так и говорит, скоро я помою. Вот, начала давать такие распоряжения. И вспомнила о своей знакомой, мамой ее, которая также болела астмой. Ну, и судя по себе, думает, наверное, хотела ее расспросить. Ну, думает, наверное, она уже померла. Но, тем не менее, как-то она все-таки связалась с ней там по телефону. И та бодрым голосом ей рассказала, что она болела в течение 10 лет. Перепробовала массу, естественно, лечебных методов, которые рекомендовали. Массу таблеток, массу различных ингаляторов. И так же дело подошло, подходило к финалу. И ей попалась моя книжечка. Моя книжечка из сосуда своего. Вот здесь вот, смотрите, обложечку. И она говорит, я до этого перепила столько лекарств, столько всего, ничего мне не помогало, что уж выпить мочу мне уже было все равно. И вот она просто там вычитала, что пить среднюю часть мочи. И она сказала, что вот сколько раз я ходила в туалет, столько раз я брала эту среднюю часть своей собственной мочи и выпивала. И сейчас продолжаю это делать в профилактических целях. И вот эта подписчица, которой уже около 40 лет, она рассказывает. Меня интересовало, а вот за сколько там произошло исцеление. Она начала ее принимать, как посоветовала ей подружка. И говорит, за полгода все исчезло. При этом не было ни отхождения, ни мокроты, ничего. Все рассосалось там. И она стала здоровым человеком и живет до сих пор. То есть от астмы не осталось через полгода и следа. Так как человек, когда выздоравливает, то он, естественно, начинает особо не соблюдать различные оздоровительные мероприятия. И мама любит покушать. Ну и кушала-кушала и накушала сахарный диабет. А дочка же ей опять говорит, слушай, ну вот Геннадий Петрович говорит, что сахарный диабет это дурная привычка в питании. Исключит то-то, 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 то-то и она уйдет. Действительно. Мама исключает. Сахар снижается. Все нормально. Через некоторое время человек чувствует себя здоровым. Все это забывается и опять тянет на вкусняшки разного рода. Сахар опять повышается там до 15, больше, меньше. Опять садится на, значит, вот это вот питание, на диету. Все нормально. И так, грубо говоря, у нее вот это вот с сахаром, вот эти все, так сказать, проблемы идут. Возьмется за себя, они пропадут. Попустит себя, в жизнь с самотеком пойдет, опять возникают проблемы. И вот она мне говорит, сейчас уже это 40-летний человек, зрелый человек. Говорит, я ни в какие, знаете, вот теории, рассказы и прочее, прочее, я не верю и не поверю. Меня трудно втянуть в какие-то такие сомнительные мероприятия, и чтобы я поверила на слово. Но благодаря тому, что это все происходило на моих глазах, лечением мамы, вот как она заболела, что у нее было, и после того, как она начала действовать, стала, я, говорит, поверила вам, поверила в ваши книги, их использую, здорово до сих пор. Вот такую вот историю я хотел вам рассказать. То есть здесь есть, как человек заболевает астмой, как она развивается, и душит его, и простой метод исцеления. То есть ничего не меняли, вот просто тупо пили среднюю часть мочи. Сколько раз сходили там, пять раз, шесть раз в туалет среднюю часть мочи, утром, вечером, ночью выпили, и все недолго. Что касается механизмов действий, я для себя, Урин, разобрал. Вы можете там почитать в моей этой книжке. Она, по-моему, бесплатно выставлена. Ну вот, я думаю, что это интересная и поучительная история. Я благодарю вас за то, что откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.